Здравствуйте! Это программа «Кто крайний?» Меня зовут Екатерина Морозова. Сегодня, как всегда, будем говорить о потребительских проблемах и путях их решения. На что вы, как покупатель, имеете право, но не знаете об этом? Или знаете, но вас упорно обманывают? Не переключайте канал, будет интересно. Посетители кинотеатров будут доплачивать за музыку в фильмах. Как этим композиторам платить эти деньги, я не пойму. В кинотеатрах лишь разводят руками, в госслужбе интеллектуальной собственности не оставляют выбора. Опасные гаджеты. Излучаемую мощность все-таки им удалось понизить. Защитники потребительских прав решили проверить на вредность мобильные телефоны и планшеты. Харьковские маршрутчики отказывают школьникам в бесплатном проезде. У нас есть школьник, которому 7 лет. Он сказал, что по правилам перевозки дети до 7 лет пользуются бесплатным проездом. В мэрии угрожают санкциями журналисты программы «Кто крайний» идут в разведку. Эксперты прогнозируют подорожание продуктов к концу года. Дескать, цена топлива на мировом рынке резко подскочила. Так что ценники на продовольствие изменятся не в пользу покупателей. По самым оптимистичным прогнозам цены вырастут на 5%. Однако не исключено и куда большее подорожание, до 12%, говорят финансовые аналитики. Уже после Нового года украинцев ожидает подорожание бананов. В Эквадоре это крупнейший в мире поставщик плодов. Объясняют, растет стоимость химикатов, удобрений и зарплату людям надо повышать. Сейчас за килограмм в рознице просят около 12 гривен. Если поставщики сдержат обещание, уже через несколько месяцев цена поднимется до 15 гривен за кило. И в продолжении темы подорожания мы уже говорили, что цены на билеты в кино могут вырасти. Кинотеатрам придется платить дополнительные проценты за музыку в картинах. Расходы в итоге, как всегда, лягут на рядовых украинцев. Подробности в сюжете. Эти кадры из кинофильма «Духлес». Когда он появился в украинском прокате, агентство авторских прав обратилось в Госслужбу интеллектуальной собственности с жалобой. Кинотеатры не платят за музыку, которая звучит в фильме. И потребовали роялти – процент от кассовых сборов. Авторы музыки, которая звучит в кинотеатрах, имеют, согласно закону Украины об авторских и смежных правах, право на подобное вознаграждение. В Украине подобной практики пока не было, говорят эксперты. Хотя в Европе и США композиторам роялти выплачивают сразу, еще до выхода кинофильма в прокат. А вот в странах СНГ вознаграждение для автора музыки зачастую ограничивается только гонораром. У нас же практика сложилась такая, что неизвестно, сколько фильм может собрать, и поэтому вот этот момент не подписывают. И чаще всего забывают об авторах и выплачивать им авторское вознаграждение. Музыка – одна из важнейших составляющих любого фильма, рассказывает кинокритик Владимир Миславский. Она сопровождает кинематограф с момента его создания. Сегодня любую композицию, звучащую в фильме, можно использовать только с согласия автора. Известно много случаев, когда берется какая-то музыка, эта музыка адаптируется для кино, она перерабатывается. Но всегда, прежде чем использовать ту или иную музыку, съемочная группа, продюсерская группа, они заключают договор с композитором и делают соответственное начисление фонда этого композитора. А вот в кинотеатрах недоумевают. Фильм – произведение целостное, и выделить из него музыкальную составляющую просто невозможно. Говорят, все права принадлежат дистрибьюторам. Именно им кинотеатры отчисляют половину денег, собранных в прокате. Все права на фильмы, которые выходят в Украине, они принадлежат дистрибьюторам. То есть, соответственно, это указано в Генеральном договоре, в прокатном удостоверении. Поэтому вопросы по поводу платежа кинотеатрами отчислений, они просто не имеют никакого смысла абсолютно. В кинотеатре «Бомер» предпочтение отдают арт-хаусному кино и часто проводят фестивали. В день крутят несколько десятков фильмов. Признаются, если с каждого еще и композиторам платить, цены на билеты придется поднимать. У нас сейчас идет 100 фильмов за 100 минут. И там 100 режиссеров их снимают. И получается, что 100 композиторов в этих фильмах тоже разные, соответственно. И как этим композиторам платить эти деньги, я не пойму. Юристы утверждают, убытков от нововведений можно избежать. Для этого кинотеатрам нужно предоставить документы о том, что они не нарушают авторские права ни одного из создателей фильма. Для того, чтобы защитить себя, кинотеатры имеют точно так же полное право предоставить подтверждение того, что какие-то другие лица передали им эти полномочия по использованию объектов авторского права, в данном случае музыкальных произведений, которые входят в состав сложного объекта аудиовизуального произведения, кинофильма. По словам экспертов, в случае нарушения авторских прав кинотеатрам грозят судебные разбирательства и штрафы до нескольких миллионов гривен. Здравствуйте. Все, кино не будет. На фоне глобального подорожания есть и хорошие новости. Депутаты передумали повышать плату за разговоры по мобильному. Автор законопроекта, которым предлагалось ввести в Украине минимальный тариф на разговоры на уровне 18 копеек за минуту, отозвал документ. От вопроса цены к вопросу качества в госпотребинспекции проверили отечественную колбасную и молочную продукцию. По результатам обнародовали черный список производителей. Не прошли проверку и некоторые харьковские продукты. Теперь штрафные санкции ожидают мясокомбинат «Ятрань», колбасы «Кома», «Кременчук мясо», «Безлюдовский» и «Роганский» мясокомбинаты. По молочке нарушения нашли на Комсомольском молокозаводе, Купинском и Первомайском молочноконсервных комбинатах. Раскритиковали проверяющие сметану торговых марок «Галичина», «Простоквашина» и «Молика». И о поддельном спиртном в одной из наших прошлых программ мы рассказывали о подпольном цехе в гараже на Салтовке. Там самодельную водку разливали в найденные на свалке бутылки. На минувшей неделе правоохранители задержали поставщика спирта в этот цех. Фуру с 12 тоннами спирта остановили на выезде из города. Под видом подсолнечного масла трое мужчин перевозили его в канистрах из валок в Харьков. Здесь, по налаженной схеме, сырье должно было превратиться в брендовую водку. Опасения старшего поколения вреденого модных гаджетов могут оправдаться. Неделю назад мы упоминали о грядущих проверках мобильных телефонов и планшетов. На этой неделе наши корреспонденты узнали, что подтолкнуло контролеров к ревизии и чем могут навредить ноу-хау. Смотрим. Татьяна работает координатором в крупной компании. Девушка организует поездки сотрудников фирмы по городу и области. Рассказывает, мобильный телефон весь день разрывается. Очень часто приходится пользоваться мобильной связью, но больше всего по работе. Я целыми днями только на мобильном и вешу. Целый день, можно сказать, с утра до вечера, с сутками я на телефоне. Еще несколько лет назад харьковские исследователи случайно нашли доказательства вредного влияния мобильных телефонов. Во время разработок беспроводного энцефалографа ученые заметили, когда пациент говорил по мобильному, прибор реагировал как на опухоль мозга. Это на самом деле очень тревожный сигнал. Потому что как изменения в головном мозге могут вызывать патологическую электроэнцефалограмму, давать вернее в виде проявлений. Точно так же не исключено, что длительное воздействие на головной мозг, которое выражается в виде патологической энцефалограммы, на самом деле может иметь такие же последствия, негативные для самого головного мозга. Попытаться обезопасить людей от воздействия новых гаджетов решили в Нацкомиссии по вопросам связи и госпотребинспекции. С нового года эксперты будут проверять мобильные телефоны, компьютеры с радиомодулями, планшеты и другую технику на вредность. Отслеживать планируют все импортируемые устройства. Сегодня границы открыты. Страны могут, допустим, в Евросоюзе произвести что-то для себя, правильно? Скажем так, оно с меньшим применением опасных веществ могут производить какой-то там третьим странам или нам, которые с большей вместимостью. Поэтому государство здесь поставило, скажем так, регулирование в плане того, чтобы обеспечить безопасность продукции для потребителей. Специалисты планируют выбирать из партии гаджетов один и определять, насколько он безопасен и не создает ли радиопомех. При фиксации нарушений рублем собираются наказывать производителей и реализаторов приборов. Нововведение не коснется только продавцов техники БУ. Мы рассчитываем на то, что человек, принося телефон, обычно приносит с коробочкой. И эти телефоны, они сертифицированы, так как у них стоит знал ГУСКОМ Украины. В основном они покупают их в магазинах. Схему проверок гаджетов на вредность законотворцы внедряли несколько лет. Но накануне харьковские исследователи сделали неожиданное наблюдение. Волны, похожие на раковые, исчезли с энцефалограммы. Энцефалограмма у нас довольно чистенькая. Никаких наводок, никаких помех, никаких артефактов, связанных с тем, что я говорю по телефону с пациентом, с нашим, видите, не происходит. Ученые предполагают, причин такого изменения может быть несколько. Видимо, все-таки за прошедшие годы технологии производства мобильных телефонов сделали шаг вперед. И излучаемую мощность все-таки им удалось понизить. Увлекаться электронными гаджетами исследователи по-прежнему не советуют. Но Татьяна говорит, отказаться от мобильного все же не сможет. Мы живем сейчас в эру технологий, и без телефона никуда. То есть даже насколько он не был бы вреден, без мобильной связи обойтись невозможно просто. Для похорон умерших родственников харьковчанам положена материальная помощь. В коммунальном предприятии «Ритуал» рассказали. Оказывается, в Харькове существует целая система льгот в этой сфере. Если умерший на день смерти не был зарегистрирован в системе социального страхования, его родные могут рассчитывать на без малого тысячу гривен помощи. Столько же могут получить родные ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, помощь на погребение выплачивают членам семей умерших, у которых были особые заслуги перед Родиной, участников боевых действий, инвалидов войны. Однако получить компенсацию можно только при условии оформления похорон в КП «Ритуал». Если родственники умершего обращаются в частные фирмы, компенсация расходов не полагается. Ну а школьники имеют право на бесплатный проезд в маршрутках. Только вот родители жалуются, харьковские водители автобусов отказываются возить детей по льготе. В мэрии настаивают, делать это обязаны. Почему маршрутчики не выполняют предписаний, попытались выяснить и мы. Харьковские школьники могут ездить в автобусах бесплатно. В Горсовете, говорят, так решили сами харьковские перевозчики. Все директора предприятий, которые обслуживают городские маршруты, подтвердили свое согласие на предоставление бесплатного проезда за счет собственных доходов. То есть школьникам у нас бесплатно? Школьники у нас ездят бесплатно. Но если есть нерадивые водители, ну, к сожалению, такое есть. С таким нерадивым водителем столкнулась Оксана Старкова. Женщина рассказывает, с сестрой, семилетним племянником ехала в автобусе. Попросила водителя взять плату только за взрослых. Водитель сказал, что у вас что, с вами едет льготник? Говорит, нет, у нас льготников нет. У нас есть школьник, которому 7 лет. Он сказал, что по правилам перевозки дети до 7 лет пользуются бесплатным проездом. На что ему сказал, что вот я читала такую статью, что с 2006 года действует какое-то постановление. Он сказал, что он такого не слышал и не знает. То есть он взял меня за троих человек. Перевозчику, который обслуживает маршрут, Оксана не дозвонилась. Решила обратиться в горсовет. Мне дали телефон департамента, который занимается непосредственно контролем перевозок. Мне там тоже ответили, что такого постановления они не знают, не слышали. Существуют единственные правила, в которых дети до 7 лет пользуются льготным проездом. Нужно ли брать плату со школьников, единого мнения среди водителей нет. Одни уверяют, денег за проезд с подростков не берут. Только вот вопрос, как их определить, школьник, десятиклассник или студент. Вот в чем дело. И как вы определяете? Я никак. На слово определить? Ну как. Плотит, значит, студент. Не плотит, значит, школьник. Другие водители о нововведении никогда не слышали. И честно признаются, плату за проезд у подростков просят. Наверное, 7 лет вообще-то. Ну вот вы как перевозите, что-то? Беретесь на кухон? Ну конечно. Прояснить ситуацию мы попытались и у харьковских перевозчиков. Давать интервью на камеру директора фирм отказываются. По телефону говорят только. Официального распоряжения не брать денег со школьников не получали. Больше, чем темой проезда детей, чиновники озабочены организацией их питания. После массового отравления в Богодуховском районе контроль за питанием школьников во всей области обещали ужесточить. В обл. госадминистрации рапортуют. Уже проверили все школы и детсады региона. Пищеблоки в сельских школах дооснастили холодильниками, печами и новой посудой. В следующем году обещают усилить требования к подбору поставщиков продуктов питания. Ну а в Кабмине обещают, что выплаты вкладчикам Банка СССР в следующем году продолжатся. На собственной страничке в Facebook премьер-министр Николай Азаров заверил, в бюджете 2013 года эти средства заложены. Что ж, будем надеяться, что заветную тысячу гривен получат все, кто имеет на это право. Хочется надеяться, и что ажиотаж вокруг железнодорожных билетов исчезнет. Мы упоминали о затеянной реформе. Чтобы избежать спекуляций, чиновники решили, украинцы вновь будут ездить на поездах по билетам именным. Подробнее о новшестве в нашем сюжете. В первой столице Сергей Потапов живет уже пять лет. Приехал учиться, затем нашел работу. В свой родной город Мариуполь парень ездит примерно раз в два месяца проведать родственников. Вспоминает, когда несколько лет назад отменили именные билеты на поезда, вздохнул с облегчением. Честно говоря, весьма неудобно было. С одной стороны, это приводит просто к километровым очередям, задержкам в сфере обслуживания. Приходилось очень долго ждать. Но со следующего года украинцы вновь будут ездить по именным билетам. Так решили в Министерстве инфраструктуры. При покупке в кассе нужно будет назвать имя и фамилию пассажира, а уже при посадке – предъявить документы. Это не обязательно должен быть паспорт, рассказывают в железнодорожной кассе возле станции метро Героев Труда. Подойдут и автомобильные права, пенсионное удостоверение или пропуск. Главное, чтобы на документе была фотография. Нововведение, говорят специалисты, поможет бороться с перекупщиками. Пассажирам будет легче приобрести проездные документы на популярные направления. Например, такие, как летом Симферополь, крымское направление. А в течение года всегда остается самым популярным и такие. Положительные стороны в возвращении именных билетов видят и в транспортной милиции. Говорят, если человек в поезде получит травму, ему будет легче добиться компенсации по страховке. Да и самим правоохранителям работать станет удобней. Например, искать пропавших людей. Только с начала года в отделение транспортной милиции Южной железной дороги обратились полсотни человек. Все разыскивают родственников. Все заявники считали, что родители их выехали в залезницу. Понимаете, насколько будет быстро нам объяснить, правда ли это или нет. И найти ту людину, которая мандрует куда-то потягом. Особенно это может быть как особо похилой веки, так и неповнолетняя. Харьковские железнодорожники предстоящие изменения не комментируют. Мол, никаких чётких распоряжений из столицы пока не получили. А в Министерстве инфраструктуры готовят ещё одно нововведение – электронные билеты. Их можно будет купить на сайте железной дороги. Затем распечатать или сфотографировать специальный код на смартфон. А в поезде проводник считает информацию. Чиновники планируют, что уже к лету такие проездные документы можно будет оформить в интернете. Это вся информация, о которой мы хотели поделиться с вами сегодня. Не стесняйтесь бороться за свои потребительские права. И не забывайте рассказывать нам о их нарушении. Вы смотрели программу «Кто крайне приятных вам покупок». Смотрите нас и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова